Всем привет, друзья! Располагайтесь удобненько. Если взяли что-то с собой прикусить, то приятного вам аппетита! Ну а мы сейчас будем немножко возвращаться к тому, что у нас есть. Компания нелегкая и хотя мы уже близки к завершению, близки к полной победе над злом. Ну, полной победой. Помните, да? Я говорил о тех условиях, которые я для себя хочу получить в этой компании. Ну, если кто-то пропустил видео или перелистывает быстро, я знаю, что многие мои подписчики, не выдерживая того, что я показываю, ну буквально все, перелистывают и пропускают моменты, потом задают вопросы, ответы на которых, в принципе, в видео уже и содержится. Моя цель это покорить долг Гулдур, но это не так легко, потому что здесь нет элитной армии и есть очень сильный гарнизонный скрипт. Орки не сдаются без боя. Моя цель покорить Изенгард, но та же самая ситуация и та же самая проблема. Не смотрите, что тут стоит полный стэк, этот полный стэк швалья. А лучших воинов нанять нельзя, потому что они стоят... Нет, их, во-первых, у нас нет. Лучшими можно посчитать кого? Кого тут можно посчитать лучшими? Купеческую кавалерию, разве что, которой, опять же, у нас нет свободной в найме. Что тут у нас? Можно, конечно, вот тут взять купеческую охрану, которая будет преобразована в полководцев. И денег у нас не всегда на все хватает. Деньги это наше слабое место. Так, давайте просмотрим, что мы еще можем сделать. У нас тут такая ситуация, что наш шпиончик видел здесь отряд врага, вроде бы. Я прав? Да. И в этом отряде Олакхай и 127 орков-копейщиков. Мы можем попробовать на этом что-то заработать или, во всяком случае, уничтожить вражью гадину. Олакхай убивается очень сложно, поэтому воспользуюсь помощью всех моих лучников. Вряд ли я за эту победу получу героя дня. Возьму еще и кавалерию, чтобы, может быть, как-то отвлечь этих парней. В общем-то, ведем всех, кого можем везти, наверное. Ударим по Олакхайчикам. Или как-то задействуем вот этот вот отрядик, чтобы их затормозить, а они не отступали. Нам-то армию нужно везти еще и к Арагорну на помощь. Ну, хорошо. Допустим, сделаю так. Там, помните, нам для того, чтобы получить желаемый результат, нужна героическая победа. Чтобы была героическая победа, нужно, чтобы наше соотношение сил было не в нашу пользу, соотношение сил точнее. То есть, чтобы наших было меньше, чем врага, а врага, чтобы было действительно много. Так что, героя дня за такое сражение, как бы мы его не разыграли, мы вряд ли получим. Несмотря на то, что по факту мы воюем слабыми против очень сильных. Да, Олакхай я считаю очень сильными. Просто бредово таки сильными троллями. Как бы нам выстроиться? Нас-то больше, чем врага. Соответственно, враг, скорее всего, драпанет куда-то на высотку. Вместо того, чтобы держать сражение. И нам придется за ним идти. Ну, допустим, выстроим всех своих в надежде догнать. О, а это хорошо. У нас есть отряд следопытов. Я думал, это кавалерия. В принципе, и кавалерия была бы прекрасна. Но следопыты убийственны. Идем. Догоним. Выстроим своих вот так вот. Как можно быстрее. И может быть, мы даже зацепим врага. И он отправится в нашу сторону. Во всяком случае, какие-то Олакхайчики. Пока они стоят, отступают. Вот видите, как я и говорил. Все происходит. Давайте, давайте, давайте. И полетели стрелы. Может, это как-то скажется на копейщиках. Они остановятся и изменят свое направление движения. Остановились. Но направление движения не изменили. А черные пятнышки показывают, что там трупики. Ага. Умирайте. Олакхайчики. Нет, копейщики сначала умирайте. Наших лучников нужно переводить сюда. Но тоже делаем это так, чтобы они сильно не устали. Хоббитцев тоже отводим. Этих можно вообще вперед отправить. И быстро. За них-то я не переживаю. Вся беда заключается в том, что несмотря на то, что враг займет положение на высотке, он все равно будет атаковать. У нас-то стрелки. Ему придется за нами бегать. Так что я считаю совершенно бесполезным вот эти вот его маневры. Точно с таким же результатом он мог бы отправиться нам навстречу и точно так же об нас слиться. Нам-то, чтобы избежать лишних потерь, было бы хорошо разделить наши армии. Давай тоже сюда. То есть по два отряда таких группы лучников создать. Иначе Алакхайи будут нападать там, где нас больше и вызывать перекрестный огонь, чтобы мы обстреливали своих же. Мне кажется, искусственный интеллект должен так делать. Догоняем. Мы вроде бежим быстрее врага. А нет, враг тоже бегом. Причем идет на самую верхушку холма. Задротище. Все, обстреливайте. Пусть пока умирают копейщики, хотя я бы, может быть, приблизился бы и обстреливал Алакхай. Семерых убили. Давайте попробуем ударить по Алакхай. Я, конечно, не хочу вызвать этих ребят, чтобы они бежали ко мне. Давайте попробуем разделить по двухам наши отряды. Но чтобы они были немножко на расстоянии друг от друга. Чтобы Алакхай не врезались в кучу. Так, что такое? СМС какое-то? Но я не могу посмотреть, иначе у меня таймер собьется. У меня старенький телефончик. Все, начинаешь обстреливать. Молодец. И самое главное успеть подвезти вот этих вот хоббитцев сюда. Давайте быстрее. Издалека. Понятное дело, что мы сейчас просто царапаем Алакхай. Невозможно их с такого расстояния одним отрядом следопытов убить. Они в хорошей броне. Для троллей это все просто... Так, они, видите, даже стоят и никак не реагируют. Ну и что? Что там стрелы летают. Но, я думаю, мы их ослабляем. Правда, очень много стрел идет мимо. Так, нажмем на шестерочку. Пока стреляет только один отряд, они вроде никак не реагируют. Дадим отстреляться нашему полководцу. Потом будем использовать его исключительно в рукопашную. И воинов же нам нужно подвезти так, чтобы... Нет, 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 стоять, что вы творите, ну... Точнее, что я творю глупость, какую свел свои войска. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот что я хочу подвезти. Я хочу топорщиков сюда подвезти вперед. И вот этих ребят, чтобы встретили троллей. Эти наши спрятались, мы их можем подвезти поближе. Мы как-то неправильно стали. Никого. Ладно, давайте в копейщиков постреляем. О, пошли-ка, кажется, пошли. Топорщики вперед. На троллей мы отправим топорщиков. Нет, тролли отступили. Отлично, значит, топорщиков на них не отправляем. Копейщиков расстреляют до того, как они успеют подойти. Нет, тролли ринулись. Топорщики. Вот, теперь надо разойтись немножко по сторонам. Не знаю, за кем побегут. Но пока будут бить слабейших моих лучников, мне не страшно. Как только начнут бить кого-то серьезного, будет плохо. Да-да-да-да, отступаем, отступаем. И расстреливаем в спину врага, пока он ее показывает. Копейщики. На них даже можно не обращать внимания, потому что это смерть им. Так, в бегах мы убьем куда больше. Шестерочка. Главное, стравить успеть с топорщиками. Ой, зацепились случайно. И подвести вот этих. Эти действительно сильно будут бить. Давайте, мои дорогие топорщики. Не умирайте. Вы пока не спешите, даже можете чуть-чуть отойти. А нет, правильно подошли. Окружаем этих Алакхай. Драных. Или отступим. Кого лучше потерять? Один отряд лучников. Можно попробовать следопытами ударить. Надеюсь, что никто не умрет из наших следопытиков. Но для этого нужно, чтобы наши лучники прекратили этих троллей обстреливать. Давайте попробуем так и сделать. Прекратите обстреливать троллей. Вы выстраиваетесь. Есть. Одного убили. Сейчас остальных попробуем убить. Кошмарный Алакхай. Давайте, лупите их. Тогда подводим и остальную пехоту. Так будет лучше. Вау, 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 вау. Только не нашего полководца. Как он к нему прицепился. Давайте его, давайте. Валите этого гада. Чтобы он полководца нашего не бил. Их уже четверо. То есть двоих мы убили. Давай топорчик. Пробивай его броню. И давайте его командира убьем. Все налетели. Лупим, лупим, лупим этого гада. Есть. Трое. Ну же, ну же, ну же. Я пока не стреляю. Эти мои тоже пока не стреляйте. Ох, и долго он не умирает. Живучий же. Да, у Алакхай очень большая броня. А еще и командир получает хорошие бонусы. Ко всем этим штукам. Дополнительное здоровье, скорее всего. Потому что, заметьте, командиров всегда убивают дольше, чем остальных. Это у меня сильные ребята. Его лупят со всех сторон. Здоровье у него. Может быть, не 8, а 10. Ну что, на шестерочку поставим. Я думаю, мы так быстро его... Вражеский упал. Видим наш живой. Супер. Победа 60 на 128. Жалко, конечно, и 60 наших воинов, но ничего не поделаешь. Самое главное, что мы лишили армию врага, отряда троллей. Представьте, если бы они добрались до Долг Гулдура, или, к примеру, осадили и отобрали Малгалат, их было бы тяжелее оттуда выковыривать. А так, пока их немного. Зачем Мордор отправил такой отряд? Может быть, в надежде, что мы посчитаем его слишком легкой добычей и решим пропустить. Типа, от убийства одного отряда ничего не изменится. Но, нам нужно отступать. Эта армия идет у нас в сторону Арагорна. Этих двоих бойцов мы даже можем отправить дальше. И из Торонбурга добавить еще какие-то силы. Что-то Марагорну понадобится. Ведем их через укрепление лесных эльфов. И, ну да, ничего страшного. Пройдем мы через армии. Дейла не погибнет наш союзник. Точнее, не не погибнет, а потерпит то, что мы немножко так с ним отношения будем портить. Помните, это единственная фракция, которая не дала нам права прохода. Вот так вот с нами Дейл поступил. Так, этим походили, этим походили, этим походили. Еще вопрос, что там у нас здесь? У нас же корабли есть. И корабли с армиями нужно везти. Давайте-ка я соберу корабли с армиями возле Эрланда. И попробую захватить это поселение. Пусть оно приносит деньги и доход в нашу казну. И 6 тысяч у нас еще денег есть. 7 тысяч. Это тысяча у нас дохода. Давайте посмотрим, может где-то мы постройку чего-то организуем. Бри, столица. Можем построить здесь таверну. Надо с увеличением дохода от поселения плюс 5. И общественный порядок на 5%. Либо орошаемые поля. Конные стражи зеленого тракта. Либо если построим рыцарские конюшни, то получим еще кавалерию. Ладно, давайте строить рыцарские конюшни, а тысячу в казне оставим. Передаем ход. Ой, забыли разведкой нашей. Осмотреть текущую ситуацию, к сожалению. Это плохо. Без разведданных мы как слепые котята, к сожалению. Когда вы видите и знаете, где находятся армии противника, и куда враг их отвел, то вы уже подстраиваете свои маневры под действия врага. Это у нас Харат. Изенгард ничего не предпринимает, просто нанимает войска. Он обычно нанимает 2 стэка, а потом только начинает действовать. Келепар попадает в осаду. Это плохо. Назгулк хамул тень востока. Теперь прибывает в Барад-Дур. Армии Мордора пополнятся еще одним темным всадником и его телохранителями. Четыре отряда в Торренбург. Получите 500 золотых. 500 золотых на дороге не валяется, а наша армия как раз туда прибудет. Кстати, к Торренбургу уже идет и другая армия орков. А в это время враг добавил силы сюда. Ой, опасная ситуация. Опасная ситуация. Что-то надо делать. Расширение Гоббен Толфалас. Супер. Торренбург. Да. Надо было Келепар отдавать гномам. Хотя давайте, слушайте, посмотрим, какие у нас вообще ситуации сложились там, где у нас. Рун. Гномы неужели испугали армию Руна и армия Руна отступает к Ульдоновану? Если Рун отступает, значит Арав в безопасности. Только почему Дейл держит здесь два стека? Вот еще один стек у Дейла. И все. Будут ли они переходить в нападение или в ожидание? Почему только один стек? Так. Ну, ситуацию мы здесь обозреваем. Но я хотел бы видеть, куда будут двигаться армии Дейла. И самое главное, это собираются ли ребята отправлять из Эребора крупную армию для того, чтобы защитить Дарвиниан. Мы можем разбить армию Руна, не дать им забрать Келепар. Для этого у нас есть Арагорн. Он, в общем-то, появится здесь. Но назад отойти не сможет. И враги тоже не смогут подойти. Сейчас мы получим разведданные, потом примем окончательное решение. Во-первых, где армия противника? И есть ли они на пути к Ромену? На пути к Ромену армии врага не вижу. Значит, Арагорн со всей своей кавалерией отправляется отражать осаду Келепара. 434. Против кого будем сражаться? Варьяги, Голос Дракона, Зубы Дракона, Истерлинги-Охотники 2 отряда, Мечники Кланов и Ополчение Истерлингов. Ну что, давайте отобьем. И Келепар, видимо, придется отдать гномам. Пусть шевелится больше. Либо еще держать в своей власти. И каждый раз, когда он будет бунтовать, мы будем его грабить на 4000, получая с него по 1900 дохода. Заход. Келепар это у нас хороший маяк, при этом засада отвлечения для армии руна, пока они подходят малым числом. Как только начнут подходить числом побольше, тогда нам нужно будет предпринимать действия какие-то против них. Можем типа так сделать. Справимся к кавалерии и стрелками с врагом. А враг не глуп. Как же я не учел их любовь к холмам. Вы хотите сказать, что нам придется отправиться к вам? Тогда мои лучники будут без защиты. И что-то придется делать с вражеской кавалерией. Ладно, отправимся к ним. Тогда вперед отправится Арагорн. Нет, давай даже вот сюда. Расстреляешь армию врага. Наша кавалерия будет держаться рядом с лучниками, чтобы если что остановить вражескую. Ох, не нравится мне голос дракона или как они там. А у них тоже стрелковая кавалерия. Пусть подходят. У наших лучников расстояние стрельбы куда больше. Соответственно, мы их расстреляем. Расстреляем. Нам бы Арагорн нам куда-то да вот сюда. А, этот холмик еще и почти в самом краю. Ну, давайте так. Быстрее. Поддать жару. Кого-то убили, но немного. Нет, Арагорн. Назад. Давайте попробуем приманить врага еще раз. Как-то хитро они действуют. Но преимущества своего по высоте лишаться они не собираются. Может еще один заход? Так. Ну, тут, конечно же, в ближнем бою лучше разметать лучников, чем перестрелку с ними вести. Сколько мы им оставили? Только 13. Нас при этом обстреливают. Нет, 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 нет. Вот теперь надо убирать шестерочки. Ударная кавалерия отправилась за Арагорна. Замечательно. Мы обстреливаем и отступаем. Что будет делать эта кавалерия, не знаю. Но мы попробуем ударной кавалерии ловушку организовать. В этой кавалерии стрелковые варьяги попадут под обстрел наших воинов. Арагорн там чуть-чуть подрастреляет ударную кавалерию и успеет отойти. Да, парень? Успеешь же. Я думаю, ты и в ближнем бою сражаешься хорошо. И на перерез ударной кавалерии отправим нашу простую. 38. Кого-то убили. Желательно вот этого вот парня с натиском. А эти попробуют зайти в тыл. Давайте, давайте, давайте. Еще хороший удар. И режьте их. Этих уже 17 осталось. Зубы дракона отправились тоже на перерез. Так, наше дело бить с натиском. И отступать. Пока держим остальными всадниками. Тут мы не дадим подойти к себе. Расстреляем. Где эти ребята? Кого выделять? Вот они в основном. Сломлены, бьются насмерть. Замечательно. Достигли желаемого результата. Теперь можем подходить, дразнить вражескую кавалерию. Точнее, не кавалерию, а вражеских стрелков. Так, осторожненько. Мечники кланов приближаются. Но их тут просто сметут огнем. Давай, Арагорн, расстреливай. А мы будем с натиском и стерлингов охотников долбить. Правда, тут ополчение есть. И мечники таки добегают. Хотя, 8 уже не опасно. Да, да, поводьте мне тут. Ребята, переключайтесь на ополчение. Потом будете поедать остатки. На ополчение все переключаемся. Кавалерию уводим. Стоит или не стоит? Нет, наверное, не стоит. Лучше отступить. Ополчение мы истребим. Давайте на зубья драконов переключимся. Они так хотят догнать нашего полководца. Ополчение можно, в общем-то, с натиском разбить. Раздавить буквально. Нет, давайте сюда. На стерлингов охотников. Эти пока бегают. Они опасности не представляют. Убивайте тех, кто наносит вам урон. Кто наносит вам урон, тот вам и опасен. Если момент нанесения урона можно отсрочить, заставить побегать за нашими рядами, то можете, в общем-то, их и не трогать. А вот эти ребята, они стреляют и могут убивать. Хотя те, в кого они стреляют, тех они вряд ли смогут особо сильно задеть. Так, разбили. И тут остатки врага всех. Или там еще несколько осталось. Ну, добьем. Арагорна сюда. Задействуем его способность. Вот тут вот осторожно коллег. Главное, помнить, что они там. Вражеский полководец, руководитель этой армии, был убит. И этих осталось только двое. Значит, прекратить стрельбу. Развернуться. Арагорном последних двоих мы просто сметем. Развернулись и начали обстрел зубьев дракона. Можем вернуть назад нашу кавалерию. Чтобы те далеко не уходили. Арагорн успеет и на всем скаку приближаться и стрелять во врага. Вот так вот мы хорошо рун развели. Так, не доходим. Стоим. Стоим здесь. Пусть они поворачиваются. Подходят ближе к нашим стрелкам. Не даем встать им на одну линию с нашей кавалерией. Чтобы она находилась на одной линии со следопытами-ветеранами. Иначе может быть дружественный огонь. Для этого уведем следопытов. Всех перебили. Рун лишился кусочка своей армии. Может быть это как раз разница между поражением и победой в бою с нашими союзниками. Получается у руна 2 или 3 стека полных возле Удонована. И после потери вот этой армии ему придется часть войск отводить назад в тыл. Боясь того, что армия Арагорна будет атаковать дальше. Безоговорочная победа. Всего 13 воинов было потеряно. Но это все восстановимые потери. Плюс Арагорн у него есть способность, благодаря которой он лечит раненых. Будем считать, что в этой схватке кто-то был ранен. И Арагорн лично уделит ему внимание. Навестит его выкуп. Давайте предложим. Пусть Рун спонсирует нас и городами, и подобными выкупами. На всякий случай можно еще отступить. Можно зайти в Келепар. Если зайдем в Келепар, то бунта не будет. Я-то думаю... Ну мы смотрели, да? Никто не может подойти. Так, чтобы нас атаковать. Давайте поставим низкие налоги здесь. И успеваем подвезти в Роман еще два отрядика. В Роман подвели. Ждать придется 10 ходов. А у нас строительство казарм городских стражей идет. Куга, вот. Куга, вот. Здесь мы строим постройку и будем нанимать. Хотя можем и переобучать тоже. Но пока я деньги оставлю. Так, за этими всеми мы следим. В принципе, уже 32 минуты видео идет. Можем останавливать. Сейчас только посмотрю. Ага. Тяжелое решение придется принимать. Но эту армию так и быть. Мы ведем на встречу с армией Арагорна. Там войска понадобятся. Так что отводить назад не буду. Вопрос. Куда отошла вот эта вот армия? Ага. Замечательно. То есть нашей армии сейчас ничего не угрожает. Мы можем попробовать таки совершить свой маневр. Вернуть армию назад. И самое главное, что враг не осаждает Ост-Ингиль. У эльфов есть возможность в Ост-Ингиле что-то создавать. И укреплять его гарнизон. Давайте отступаем. Мы идем. Сами знаете куда. К Арагорну. Там корпус против руна. Организовывать нападение. И будем создавать защитный корпус уже по чуть-чуть здесь. Объединяем наши силы. Войска. Тут эльфы пусть думают, как им справиться. Армия-то большая и очень сильная. У врага тут и тролли, и спешенные черные нуминорцы, и у руки с алибардами, и стража Моранана. Несколько отрядов и простые у руки. А у эльфов, если они подведут основные армии, у них будет сила противостоять. А так Росгобел, конечно, к такому не готов. У них есть Биорнинги, но этого очень мало. Эльфы должны понять, что им придется отводить свои войска, которые они так бережно держат возле Керин Амрата. Давайте. Лишь бы успели. Ну, конечно, придут они не скоро. Неужели придется всю работу опять выполнять нам? Как бы нам так идти, чтобы не столкнуться с армией врага? Чтобы армия врага нас не ударила. Стать здесь и ожидать, что будет. При этом пополнить, объединить. Не хватает нам здесь хорошего полководца, чтобы он всем этим руководил. Я не знаю, что эльфов сбивает с толку. Может быть, близость наших войск, и они не до конца нам доверяют. Думают, что мы можем обмануть, ударить в спину. Поэтому вводят свои армии туда-сюда. Либо у них какие-то свои планы. Но вообще от эльфов ожидать, что они будут идти в наступление, не стоит. Им, если хорошо, то им пофиг на все. Да, говорили о полководце. Вот он. И именно его нужно привезти. И еще один полководец. Этот дойдет быстрее, потому что кавалерия. Так, теперь вопрос. Для осады долг Гулдура нам понадобятся хорошие стрелки и полководцы. Для осады Изенгарда нам тоже понадобятся хорошие стрелки и полководцы. Но вот к долг Гулдуру их привезти придется потратить гораздо больше времени. А Изенгард вроде как терпит и ждет. Потому что мы имеем возможность получать здесь помощь Рохана. А Изенгард пока будет сооружать второй стэк, пройдет еще 10 ходов. Так, куда вас отправить? К долг Гулдуру? Давайте отправим к долг Гулдуру. Как и все остальные армии. Ануминас. Ануминас нам родил еще двоих полководцев. Купеческая кавалерия. Вот эти уже ребята могут проследовать Кизенгарду. Что у нас произошло тут? Появились новые лучники. Совершенно рад, что они появились. Они нам совсем не лишние. И топорщики, которые отправятся к Изенгарду. А если возле Изенгарда они не пригодятся, то тогда пойдут дальше. Знаем, что место им есть. И всегда найдется в нашей гондорской группировке войск. О, кавалерия. Кого-то отсюда можем отправить. Да. Может здесь доступна кавалерия. О, два отряда. Вообще шикарно. Так, и что мы? Получается, переводим еще часть воинов. Вот этих вот всех. Вот в эту вот армию. Армия за переправой. Мы копим здесь второй стек. Этих ребят тогда сюда всех сводим. Чтобы Изенгард не мог до них достать. Они могли потом следующим ходом ускользнуть от лап Изенгарда. Закрываем переправу. Хорошо. Может быть стоит поменять часть воинов. К примеру, вот эти вот получше. Лучше их можно вот этих вот поменять. Они будут держать переправу лучше. И копейщиков один отряд намечников сменить. Всеми остальными я доволен. То есть усиливаем здесь армию, чтобы Изенгард не пробовал делать вылазки. И не пытался. А тут серьезный вопрос. Каким путем нам пройти? Быстрее было бы сюда. Но вопрос, преграждают ли нам путь армии Рохана или нет. Поэтому для начала мы объединим здесь наш стек и пойдем пройдемся возле этого брода. Так, тут мы догоняем наше подкрепление. И проводим их болотами и переправами энтавы. Это медленно, но зато мы будем знать, что они достигнут места назначения и дойдут. Им никто путь не преградит. Так, возле Каэр Андреса что у нас? Новый отряд через 10 ходов. Хорошо. Вот это вот можем убрать. Нам это не нужно. Лагерь лесорубов лучше построим. Что делать с этими армиями? Ввести их для того, чтобы отразить вот это вот нападение. Уже собирать возле Минасморгла войска. Ибо тут-то все направились в сторону Торренбурга. Ясное дело, эта армия зайдет в Торренбург на небольшую передышку. Давай. Здесь будет, если что, держать защиту. А вот эти вот двое, этих двоих мы можем отправить в горы. Такие будут разведчики смотреть за тем, как себя чувствует Малгалат. И будем держать тоже наших воинов здесь. Малгалат, скорее всего, Мордор перехватит. Но то нам не страшно. Если что, мы его назад вернем. Да и Гондор, я думаю, тоже отправит свои войска туда. Вопрос, закрывать ли нам переправу. Если мы закроем переправу, то Гондору придется атаковать Минасморгл и все свои силы вести против Харада. Выбора у него не будет, так как не будет войск, которые он будет вести, возможности пересечь речку точнее. Либо дать ему возможность выйти своими армиями сюда и создать Мордору угрозу. И Мордору придется свои войска вести тогда нек... Нек-нек-нек-нек... Нек Торанбургу. В принципе-то эту армию можно и встретить. Тут-то у нас есть кавалерия, три отряда, плюс есть полководец, плюс есть лучники. Если мы так соорганизуемся, то можем эту армию разбить. Иначе кто же ее, кроме нас, разбивать-то будет. Ладно, переправу оставляем незакрытой. Ведем войска к себе на помощь. Наверное, разобьем подкрепление, а потом будем думать, что делать с основной армией. Так, этих ребят введем в Каэр Андрос. Ты куда? К нам на помощь. Потому что если враг осадит Эмин Арнен, нужно будет выручать Гондор. И все. В общем-то, на этом я с вами прощаюсь. Примерные планы я себе составил. Понимаю, что воплотить их будет нелегко. И очень многое будет зависеть от того, как будут действовать мои союзники. Но-но, тем не менее. Кстати, вот тут тоже нужно будет дождаться удобного момента. Но сначала захватить Эроланд. В описании под видео есть ссылки на мои плейлисты. Так что, кого интересуют другие мои прохождения, и кто ищет чем бы еще заняться, на сегодня приглашаю. Посмотрите. Посмотрите другие мои кампании. Гондорскую, Изенгардскую. Посмотрите прохождение в моде Тест Тотал Вор. Пилу или Беллум Крузис. Или Европа Универсалис. Или стримы по Анклаву, которые я провожу. Хорошего вам настроения. Играйте в свое удовольствие, дорогие мои друзья. Играйте в свое удовольствие. Играйте в свое удовольствие. Играйте в свое удовольствие.